Госдепартамент США публиковал перечень стран с рекомендациями относительно безопасности поездок для туристов из США. Россия попала в третью из четырех категорий. Подумайте, прежде чем ехать. Именно так она называется в дословном переводе. Среди причин называются террористическая угроза, а также возможные преследования и вымогательства. В рекомендациях разбирался Александр Яневский, который выходит в эфир из Госдепартамента. Саша, до КНДР и Ливии Россия все же не дотянула, не так ли? Рафаэль, ты абсолютно прав, Россия не дотянула. В страны, которые относятся к четвертой группе, вообще не рекомендуется ездить. Эти страны, Государственный департамент считает, что люди, которые там находятся, граждане Соединенных Штатов Америки, вообще должны покинуть немедленно территорию данных стран, поскольку они представляют угрозу для жизни граждан Соединенных Штатов Америки. Вот Россию отнесли к третьей группе. В эту категорию ходят также такие страны, как Гватемала, Гондурас, Ливан, Венесуэла и некоторые африканские страны. Пересмотрите целесообразность поездки в Россию из-за угрозы терроризма и преследований. Призвал американский Госдепартамент и добавил, что некоторые регионы являются зонами высокого риска. Среди этих регионов названы Северный Кавказ, а также Чечня. Кроме этого, сюда также относится и Крымский полуостров. Напомню, что Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма России и считают его украинской территорией. Вот как ситуацию с вот этим вот списком стран из четырех групп прокомментировали в Государственном департаменте США. Вы знаете, именно в этом заключается новый веб-сайт, и это новая металлургия. Потому что в декабре мы обновили наш сайт travel.state.gov, и сейчас это совсем новый сайт. И мы надеемся, что это улучшится к нашей коммуникации с гражданами, которые находятся за границу. Именно в России существуют серьезные угрозы, например, терроризм и домогательство со стороны авторитетов в России. Так что, Рафаэль, теперь граждане Соединенных Штатов Америки будут пользоваться новой системой. Саша, да, вот насколько я понимаю, сейчас в России, судя по материалам СМИ и соцсетям, всерьез озабочены поисками зеркального ответа на появление площади Бориса Немцова в Вашингтоне. Но есть ли реакция на это решение на рекомендации Госдепа? Да, Рафаэль. Эту ситуацию уже прокомментировала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова в интервью РБК. В частности, она заявила, что такие действия американского внешнеполитического ведомства объясняются тем, что власти США пытаются скрыть от своих граждан, что никакой ненависти или негативных эмоций в России к ним никто не испытывает. Далее цитата. То, что Госдепартамент США отговаривает своих граждан от поездок в Россию, вполне логично. Ведь если граждане США будут массово приезжать в Россию, то своими глазами смогут увидеть, что ничего из того, чем их обычно пугают американские официальные лица, и нет в помине, пояснила она. Здесь также необходимо добавить, Рафаэль, что в 2016 году, согласно Роскомстату, приблизительно 239 тысяч граждан Соединенных Штатов Америки посетили Российскую Федерацию. А вот по опросу Левада Центр, проведенного в декабре 2017 года в России, главными врагами участники опроса назвали США, это 68%, и Украину, это 29%.